Добрый вечер, Гомель, я Наталья Волынец, приветствую всех в прямом эфире на телеканале Беларусь4. Сегодня пятница, а значит строим планы на выходные. Готовимся к субботе и воскресенье. И очень интересно, дорогие друзья, узнать, какие у вас планы. Звоните в студию 34 22 43 и обязательно пишите в вайбере. Телефон вы видите внизу экрана. Ну а пока я представлю гостей в нашей студии. Рядом со мной артистка-цирка, дрессировщица гусей и медведей Алия Токшантанова. Алия, вот я специально так заострила внимание, потому что очень рада видеть вас в нашей студии, в нашем городе. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот вызвали смех уже хорошо, да. Ну, рядом с Алией находится Людмила Кабаева, а Людмила приехала к нам из Урицка. Уварович. Из Уварович. Вот так. Руководитель образцового ансамбля танца «Миловица». Добрый вечер, очень рада видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Вот. Ну, с этой стороны, это все гомельчане, дорогие друзья, директор музея истории города Гомеля Юлия Купреева. Добрый вечер. И Вячеслав Бахметов, известный наш белорусский фотограф. Сегодня он будет нас удивлять и обещал кое-чему даже научить. Так что, как видите, дорогие друзья, вечер у нас такой обещает быть довольно интересный, насыщенный. Но, вы знаете, вопрос, который традиционно, в самом начале программы нашей звучит, какие вообще у кого планы на выходные? Начнем с нашей гости, наверное, да, вот, скажем, с гастролеров, да, какие вообще планы? Работа. Работа. Значит, я так понимаю, это цирковые представления, да? Да, именно так. Сколько будет представлений в эти выходные? Суббота у нас будет три представления, и в воскресенье два представления. Вот, так много, это вы без обеда, без ужина. Абсолютно, у нас круговорот день сурка. Такой прямо еще. И у животных не только же людей, а у зрителей какой круговорот, да. Я представляю, сколько будет зрителей действительно на выходные в Гомельском цирке. Людмила, у вас что, на выходные какие планы? Ну, конечно, работа, но у нас завтра большой праздник образцовому ансамблю танца, 25 лет, у нас будет юбилейный концерт, приглашаем всех присутствующих здесь. Да, и не только присутствующих здесь, спасибо, кстати, за приглашение, мы сегодня даже разыграем не одно приглашение на интересное мероприятие. Ну, в общем, все подробности впереди. Ну, как видите, дорогие друзья, вот работа, работа у людей, работа. Когда же будет отдых и праздничные пироги, Юль? Может, вы нас удивите? Может, у вас какая-то традиция другая на эти выходные? Ну, представляете, я завтра тоже буду на работе. С утра в Манеже мы, выездная выставка у нас сама после обеда, у нас интереснейший мастер-класс на нашем объекте музея печати и фотографии. Ну, а воскресенье, конечно, я проведу с семьей. С семьей. То есть, все-таки пироги какие-то, блинчики будут, да, воскресные? Блинчики будут, да. Собирались еще в прошлый выходной сделать. Не получилось. Не получилось. Обязательно осуществим планы. Вот что значит, дорогие друзья, когда мама, вот такая вот деловая-деловая женщина. Вячеслав, ну, вы нас не должны разочаровать. Какие проблемы? Как раз таки завтра я буду участвовать в этом самом мастер-классе, о котором, да, сказала Юлия непосредственно. Ну, тут присутствует еще трех авторов, поэтому завтра тоже работа, фотография. А я, дорогие друзья, завтра отдыхаю, у меня законные выходные дни. И вы знаете, мне очень радостно, что сегодня в гостях люди, которые помогают нам, вот и вам, дорогие друзья, они помогают действительно делать интересными субботу, воскресенье. Поэтому смотрите нашу программу дальше и не пропустите ничего. Я думаю, что к концу нашей передачи вы сможете выстроить действительно очень насыщенные, интересные и яркие ближайшие субботу и воскресенье. Ну, конечно же, очень хочется спросить, Али, вот удалось ли вам погулять по нашему городу, побывать в нашем парке, может быть, какие-то уже выставки посетили. Вот в парке я была, я просто была здесь 8 лет назад, я помню этот парк точно так же. И там еще, я помню, были лебеди, которых я хотела забрать и начать дрессировать. У меня это инстинктивно происходит. Вот, там потрясающий храм, очень красивый, да. И вот была в ресторане в старое время, обожаю это заведение, просто вообще очень классно. То есть вы уже много где побывали, да. Ездила в Минск на представление, в Минский цирк, конечно, попала, куда же я без него. Ну, у вас еще есть время побывать и в наших музеях, и в театрах. Ой, театралка, я вообще слушаю это, обожаю театры. Вот, мне кажется, гомельская труппа вас тоже должна удивить в любом случае. У меня вопрос еще к Вячеславу, когда вот в последний раз были цирки. Цирки? Да, и остались ли какие-то впечатления? Цирки, наверное, было давно, ну, раз годик, может быть, побольше, да. Ну, я так понимаю, я был, наверное, с детками, да. То есть впечатления, как всегда, цирка великолепные. Но вы больше любите животных, клоунов или дрессировщиц в цирке? Вам кто больше нравится? Хороший вопрос. Да, да, он просто хороший, спасибо. Животных, конечно, больше. Да ладно, да. Ну, и когда симпатичные дрессировщицы, тоже очень приятно. Конечно, как гимнасты такие. Вообще любой цирк люблю в любом виде. И современный цирк, и с животными цирк. И, то есть, поэтому мне нравятся и современные постановки. Вот когда-то давно к нам приезжал щелкунчик какой-то современной обработки. Каркатук, да, прекрасно. Интересная такая была, да, программа. Такая была шикарная постановка, поэтому вот запомнился тоже очень хорошо. Вы знаете, в этот раз тоже цирк приехал очень интересный, программа просто насыщенная. Мы вот уже не верую передачу рассказываем, приглашаем действительно этих уникальных артистов цирка, которых посетили Гомель и люди действительно, вот я уже говорила, в прошлой программе плодируют стоя просто, минут по 20. Настолько вот Гомельчанам полюбилась эта программа, браво, брависсимо. Вот Людмила у нас тут притихла, а я знаю, что Людмила не просто любит цирк, но и часто сама как бы, ну скажем так, ну расскажите вы сами подробнее. Конечно, у меня двое детей, где дети не любят цирк, как мы родители, конечно, детей водим в цирк и смотрим представления. Ну а сами в последний раз когда были? На новогоднее представление. Ходили, смотрели, да? Да, мы были в Минском цирке и здесь мы были в цирке, да. Вот как интересно. А в цирке Минска мы даже выступали, мой коллектив открывал новогоднее представление. В этом году, да? Да, да. То есть вы знаете, как топтать манеж по большому счету. Да, мы ежегодно участвуем в губернаторской елке, которая здесь у нас в цирке для одаренных детей. Мои дети танцуют тоже на арене. Мои дети, вы имеете в виду коллектив? Коллектив. Коллектив, да. Мои родные дети, солисты образцового ансамбля танца Миловица тоже. Даже не сомневаюсь, конечно, такая харизматичная руководительница. Людмила, а новую программу «Браво, брависсимо» не успели еще посмотреть? Еще нет, к сожалению. Вы знаете, очень зря, потому что действительно вам, мне кажется, как танцовщице, будет очень интересно увидеть, как на арене цирка танцуют медведи. И вообще, что вытворяют дрессированные гуси, вообще даже не представляете. Но в любом случае, дорогие друзья, у нас сегодня есть два билета в цирк на новую программу «Браво, брависсимо». Условия конкурса, как обычно, телефон в студии 3422-43. Надо позвонить и сказать правильный ответ на вопрос конкурса. Ну, вопросы мы подбираем такие, знаете, чтобы человек действительно захотел позвонить, захотел угадать, выиграть, предположить. Нужно просто сейчас назвать имя актера, который озвучивал медвежонка Винни-Пуха в известном советском мультфильме. Все же его помнят прекрасно. Можно вы? Давайте дадим такую возможность, шанс нашим зрителям. Итак, напоминаю, 3422-43. Разыгрываем два пригласительных билета в цирк на новую программу «Браво, брависсимо». Нужно назвать имя актера, который озвучивал медвежонка Винни-Пуха в известном советском мультфильме. Кстати, Оле, у меня задание такое есть от всей нашей творческой группы. Начать наш с вами, скажем так, интервью-диалог с вопроса, почему цирковые медведи зимой не впадают в спячку? Вот расскажи. Ответ. Я им не даю этого сделать. То есть у них серьезно, вот такие насыщенные дни, они не засыпают? Нет, они не засыпают, но они, конечно, становятся медлительными. В период зимний они такие плюшевые, такие нерасторопные, что-то там думают себе, знаете. То есть все равно сон биологические часы никто не отменял. Сон присутствует, иногда даже мне приходится их не заставлять, а прям подталкивать. Ну давай, давай, двигайся, потому что прям, ну как-то такое, знаете, плигматичное состояние. Я вот вас слушаю, смотрю на вас и удивляюсь. Вы, по-моему, единственная женщина-брессировщица медведей в мире, да? Да, вот. Удивительно, просто сколько медведей вообще у вас? Сейчас у меня пять человек. Пять человек, да. Это мальчики, девочки вообще? И мальчики, и девочки. Сейчас из малышей, которые у меня, им два года. Вот есть там один мальчик, вообще работаю я с девочками. Вот, это там прям моя любовь. Слушайте, а что они вот умеют делать, кроме того, что ездят на велосипеде, обязаны просто, без этого уже никуда, да? Не обсуждаются, да. Да, да. Танцевать должны, вот. А что еще? Я вот со своим мальчиком выпустила номер, называется «Пляж». Это уникальный номер, потому что, может быть, где-то видели, слышали, раньше был номер «Баня», где вот мужчины и солист, и медведь, и у них такой вот, ну как бы, контакт идет. Ну, вдруг на досуге посмотрите там в интернете. Вот. Такой же номер сделала я, потому что его никто вообще не работает. Очень опасный номер тем, что очень близкий контакт с медведем. Очень. И получилось так, что вот этот мальчик мой любимый, он прям поддался на этот номер, вот прям безоговорочно. То есть прям мы начали репетировать, и у него прям все трюки идут и идут. И получается, что мальчик, он опасней, и эти трюки он делает идеально. И как бы в данный момент очень опасная ситуация, мне работать с ним этот номер. С мальчиками всегда опасно. Не говорите вообще, это такое дело. Но получилось, что в Гомеле я этот номер пока работать не буду. Я буду работать большой номер, где все у меня медведи, и мальчики, и девочки, они умеют очень много чего делать. Но я просто не могу работать два с половиной часа одна. Не бенефис, к сожалению. Но в любом случае, дорогие друзья, это надо увидеть, правильно? Да, конечно, абсолютно. Это надо прийти в цирк и посмотреть, что же делают медведи вот такой очаровать, медвестировщицы. Да. Кстати, в одном интервью вы сказали, вот цитата, я выросла в медвежатнике, и воспитывали меня как медвежонка. Да. Это действительно так вообще? Да, абсолютно. Я вообще называюсь ребенок, рожденный в опилках. Вот все те дети, которые прям вот у них родители уже работали в цирке, называются рожденные в опилках. Потому что мы самых-самых вот таких вот возрастов, когда еще мы не понимаем, что происходит, а мы уже в цирке находимся. То есть, как мама сказала, вот научилась держать вилку на манеж. На манеж. Да. Медведям. И выехала я в три года первый раз на манеж на лошади, то есть уже все полноценной артистой. А что значит воспитывали как медвежонка? Ну, то есть это была строгость, это была действительно дисциплина сумасшедшая, то есть это все было прям вот сказано, сделано, что-то лишнее. Ну, конечно, если вас готовили уже как будущую дрессировщину, тут, наверное, без особой дисциплины никуда. Мне подсказывают, у нас есть телефонный звонок, кто-то хочет выиграть билеты в цирк на новую программу «Браво, брависсимо». Хочу напомнить вопрос конкурса. Нужно назвать имя актера, который озвучивал медвежонка Винни-Пуха в известном советском мультфильме. Так, добрый вечер, вы в прямом эфире, давайте с вами познакомимся. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Елена. Так, Елена, вы любите ходить в цирк? Ну, если честно, я не очень люблю цирк, но вообще мой муж и дети мои очень любят цирк. То есть вы решили для семейного такого вот похода выиграть сейчас пригласительные билеты? Да, я хочу ответить на вопрос, попытаться. Хорошо, давайте еще раз. Так, чтобы мои мужчины получили подарок на 23 февраля. О, какая вот практичная женщина. Вот, поверьте, передача «Добрый вечер, Гомель» вам в этом обязательно поможет. Итак, имя актера назовите, который озвучивал медвежонка Винни-Пуха в известном советском мультфильме. Ну, насколько я помню, актера, к сожалению, уже покойного, его звали Евгений Леонов. Вы очень долго вспоминали. Ну, конечно, этого просто нельзя забыть. Евгений Леонов действительно озвучивал Винни-Пуха. Известный этот персонаж, любимый до сих пор взрослыми детьми. И что же, Елена, вы выиграли два пригласительных билета в цирк на новую программу «Браво Брависимов». Да, спасибо вам большое. Спасибо вам за телефонный звонок, дорогие друзья. Напоминаю, впереди еще много интересных розыгрышей, поэтому не переключайтесь. 34-22-43. Звоните в студию, задавайте вопросы нашим гостям и рассказывайте о своих планах на ближайшие выходные дни. Ну, мы заговорили тут о медведях, но, конечно же, в самом начале программы я обозначила, что вы дрессируете не только хищников, но еще и домашних птиц. Вот расскажите, гуси, утки, петухи, кто у вас там, медведи, как это вообще возможно, в принципе? Это вот, да, злая шутка моих родителей. Серьезно? Они просто пошутили и принесли мне один раз, 16 лет назад, коробочку, какую-то крякающую коробочку. Я так и не поняла, что это такое, а потом, когда спросон не увидела, думаю, что-то уберите, мешает спать. А оказывается, это артисты в будущем. Вот, и 16 лет я уже с ними работаю, с этими гусями. Ну, конечно, составы менялись, там, в силу разных обстоятельств, но я работаю еще и с гусями. Ну, я когда-то слышала, что гуси не поддаются дрессировке, и вот мы в деревнях видим, как они шагом прошли, там, поплавались. Это так кажется, на самом деле. Там такая философия. Да, вы что? Я сама, что вы не хотите. Я, знаете, не могу понять, кого сложнее. Я вот слушаю вас, кого сложнее, медведи или все-таки гуси? Когда он мне задает такой вопрос, я говорю, что гусей. Гусей, серьезно? Ну, потому что у них, на самом деле, зрение, как у лошадей, боковое, то есть они не смотрят прямо. Так. И то есть дрессура практически идет, как лошадиная. Понимаете? То есть не вот так я с ним диалог веду, а вот это сбоку, я должна понять, куда он идет, куда направился, я должна его перекрыть. То есть там рядом горит. Ну, расскажите, а что умеют делать гуси, а что не умеют делать медведи? Ну, вот у меня гуси на горке катаются, вальс танцуют. Вальс танцует. А теперь это не умеют, нет? Вообще, конечно, вы знаете, я сама заинтригована, заинтригована действительно этой цирковой программой. Спасибо большое. Дрессированные гуси, дорогие друзья. Дрессированный носорог в этой программе, тигры, медведи, ну и, конечно, самый веселый клоун Дэвид Ларибле. Ну, мне кажется, это вообще прекрасный повод, Людмила, сходить в цирк, не только вам, но и всем нашим зрителям, да, и отдохнуть, конечно же, всей семьей. Дорогие друзья, какие у вас планы на выходные? Звоните, пишите в Вайбере. Есть сообщение, вот хочу зачитать от наших зрителей. Мария собирается гулять вместе, я так понимаю, с семьей, в магазины, обязательно в кино. Так, Татьяна говорит, что никаких уборок не будет в эти выходные, максимум готовка, но обязательно всей семьей вместе. Так, Ирина сообщает, что очень любят выходные звать друзей в гости или поедут к родителям в деревню. Ой, Елена, у нее стрижка, маникюр, ну а у Дарьи велопрогулка. Ну, дорогие друзья, ваши планы могут немножко измениться в ходе нашего сегодняшнего эфира или, по крайней мере, дополниться, поэтому посмотрите, не переключайтесь. Ну и вот еще, кстати, наши зрители часто спрашивают, куда вот отправиться с детьми в выходные дни. Цирк, конечно же, мы уже выяснили, да, один из идеальных вариантов. Но на самом деле и других вариантов достаточно. Вот, например, в картинную галерею Гаврила Ващенко можно отправиться в эти выходные. Кстати, там, кроме выставки хрусталя и бабочек, вот этих живых летающих, сейчас проходит уникальная выставка авторской куклы Сергея Дроздова, где посетители смогут окунуться в сказочный мир куклы. Я думаю, нам покажут этих кукол. Вот они, действительно, очень интересные. Все-таки стоит, наверное, предупредить, что это куклы не совсем обычные, хоть это и герои такие сказочные, но все-таки они такие, знаете, из суровых, что называется, фантазий автора. Ну, мне кажется, это всегда любопытно и интересно. Кстати, завтра в час дня можно всей семьей также отправиться на необычный хоккей. В Гомельском ледовом дворце состоится хоккейный матч команд Гомель и У-20 в рамках проходящего открытого чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой среди команд экстра лиги. И вот именно на этом хоккейном матче завтра пройдет уникальная акция под названием «Игрушка-пад». Ну, как-то так еще сложно, наверное, представить, что это такое. Ну, в любом случае, дорогие друзья, организаторы приглашают зрителей захватить обязательно с собой завтра на хоккейный матч «Мягкие игрушки». Вот зачем? Подробности нам расскажет Сергей Михайловский. У нас на связи руководитель волонтерского отряда «Открытые сердца» предприятия «Гомсельмаш». Сергей, вы с нами? Добрый вечер. Сергей еще немного занят. Да, мы пытаемся сейчас ему дозвониться. Пока, конечно, Вячеслава спрошу, любит ли он хоккей. Да. С детства играл. Даже играли? А вообще ходите вот на нашу команду? Да, на хоккейный матч хожу, да, на нашего хоккейного клуба «Гомик». Раньше чаще посещал, а сейчас немножко реже. Да, люблю. А сами вот, смотри, сейчас же катки везде залиты очень много в этом году. Не катаетесь? Нет, я катаюсь на коньках, но в хоккей на коньках так особо не умею играть. Профессионально как. Это немножко сложнее. Хотя, я думаю, что можно было. Ну, мне кажется, вот такие храбрые девушки, как Али, они обязательно любят очень такие суровые мужские виды спорта. Я всегда ходу в каждом городе, хожу на все матчи хоккея. Серьезно? Я думаю, вот фигурное катание как-то, да. Вот я один раз на хоккей пошла, так замерзла там, что, знаете, да. Я вот как-то так и футбол люблю, да. Но вот хоккей для меня немножко суровый. У нас просто в Магнитогорске, когда мы были для строли, пригласили меня участвовать лицом команды «Металлург». Подождите, это как? На льду мы прямо отработали номер, причем там была команда, не вспомню какая, но у них эмблема медведя. И суть того, что я настолько обидела эту команду, они в сухую шестерну проиграли. Конечно, слышите, больше не пригласили. Конечно, слышите, нашли с кем соревноваться в хоккее, с медведями. Надо нашу сборную предложить тоже. Ей пошили прямо у них форму, у нее прямо написано имя, номер 13, Соня, у меня майка. В общем, мы «Металлург» лицо, поэтому я хоккейная фанатка. Замечательно, вот так вот. Мне подсказывается, у нас наконец-то есть на связи Сергей Михайловский, напоминает руководитель волонтерского отряда «Открытые сердца» предприятия «Гомсельмаш» и организатор вот этой самой акции, которая завтра пройдет на хоккейном матче. Как-то называется, напоминаю, «Игрушка-пад». Сергей, вы с нами, добрый вечер. Здравствуйте, Наташа. Ой, вы знаете, Сергей, вот мы здесь такой дружной, интересной компанией, размышляем, чем заняться в выходные дни, и очень заинтриговал вот новость о вашем завтрашнем хоккейном матче. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее, зачем идти завтра на хоккей с игрушками? Ну, давайте начнем с того, что вот эти вот матчи «Игрушка-пад», они часто проводятся в НХЛ-заке мероприятия. У них постоянно игрушки летят на лед, и все эти игрушки передаются социальным учреждениям. Вот такую акцию решили придумать и наш волонтерский отряд. Связались с Гомеля, с администрацией хоккейного клуба, они одобрили эту акцию. И, в принципе, люди могут приходить завтра с игрушками и сделать доброе дело. И игрушки пойдут тоже в сопряжение нашего города Гомеля. Но еще есть одна вещь, которая будет проходить там. С полдвенадцатого наши волонтеры нашего отряда перейдутся в аниматоров и будут встречать детей. Плюс еще сладкие подарки от нашего волонтерского отряда для малышей, которые придут с родителями на хоккейный матч. Вы не просто заинтриговали, мне кажется, это действительно очень любопытное мероприятие. Нет, все говорить не надо, Наташа, это надо прийти и посмотреть, я так думаю. Вы знаете, Сергей, вы меня убедили. Я как бы собиралась идти на другое мероприятие с своими племянницами, но, наверное, придется все-таки пойти с ними на игрушкопад. Значит так, Сергей, еще раз. Мы берем игрушки мягкие, я так понимаю, да, идем на хоккейный матч, а в конце это все забрасываем игрушками, которые вы потом передаете детям. Игрушки полетят на лед после победы наших, скажем так. Игрушки мы бросим на лед только после того, как по просьбе диктора, когда он там... Понятно, ну понятно, нет, ну это ясно. Когда стоит его начинать. И потом игрушки полетят на лед. Кстати, напомните, во сколько начало? Начинается все в 12? Начало хоккейного матча в час, но сама программа будет начинаться в пол первого. И проходите еще во время периодов хоккейных. Наши аниматоры будут работать с детьми. Ясно. Спасибо большое, Сергей. Спасибо вам большое за эту информацию. Хороших вам выходных. Сергей Михайловский, руководитель волонтерского отряда «Открытые сердца» предприятия «Гомсельмаш», только что рассказала нам про уникальную акцию, которая пройдет завтра в нашем ледовом дворце. Эта акция называется «Игрушкопад». И вы знаете, действительно, если я вчера еще собиралась пойти со своими племянницами в наш драмтеатр на утреннее представление «Бременские музыканты», то, кстати, любимое произведение, сказка эта, то я думаю, что «Бременские музыканты» еще могут подождать немножко. Наверное, все-таки придется с ними пойти завтра на «Игрушкопад». Ну, в любом случае, пару слов о спектакле я хочу, дорогие друзья, конечно же, сказать. Итак, спектакль «Бременские музыканты» завтра пройдут 16 февраля в 12 часов в Гомельском областном драматическом театре. И поверьте, это действительно представление, где вы сможете услышать любимые песни этого любимого мультфильма, этого любимого произведения, это «История любви Трубадора и принцессы», поэтому не пропустите. Завтра, 16-го числа в 12 часов в Гомельский областной драматический театр. Ну, а еще, дорогие друзья, завтра у вас есть повод съездить в поселок... Городской поселок Уваровичи. Городской поселок Уваровичи, Будокшелевского района. Дело в том, что мы уже так упомянули, в местном Доме культуры танцы, то бишь юбилейный концерт образцового ансамбля танца «Миловица», руководитель которого сегодня находится в нашей студии. Людмила, расскажите нам о концерте, когда, во сколько и куда бежать. Завтра в Уваровичском Доме культуры будет концерт, посвященный юбилейной дате 25 лет образцовому ансамблю танца «Миловица». Он будет начинаться в 16.00. Ждем всех, приглашаю всех к нам. Очень интересный, очень талантливый коллектив, которым я руковожу. Которым я руковожу? Вообще, мне так нравится, вот так и надо, наверное, действительно, действительно талантливый. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу предложить разыграть пригласительные билеты и среди наших зрителей. У нас есть два пригласительных билета на концерт ансамбля танца «Миловица». И, дорогие друзья, вопрос нашего конкурса. Как называется белорусский танец, движение которого показывает, как вырастить картофель? Итак, мы ждем ваши варианты ответа. Название танца, движение которого показывают, как посадить. Я правильно все говорю, да, Людмила? Да. Выкопать там, ну, съесть, но не знаю. Обработать, вырастить, выкопать, картофель. То есть чисто белорусский танец. Назовите, пожалуйста, его название по телефону 34-22-43 и пригласительные билеты на завтрашний концерт 4 часа. И завтра на этом концерте будет этот танец. Этот танец тоже будет. Ну что ж, тогда ждем, дорогие друзья, 34-22-43 ваши варианты ответа. Ну а сразу после рекламы мы расскажем, какие еще интересные мероприятия будут проходить на территории Гомельской области в ближайшие выходные дни. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Телефон нашей студии 34-22-43. Звоните. Напоминаю, что сегодня пятница. Мы готовимся к выходным. И очень интересно узнать, какие у вас планы. Вот некоторые наши телезрители уже сообщили нам о своих планах. Анна любит ходить в театр, особенно на премьеры. Очень любит цирк, рестораны. Особенно пробует там новое блюдо. Вообще, Анна, я поняла, вы любите все новое. Да, наш человек. Игорь на рыбалку написал. Я на рыбалку. Поехал, поедет. Ну, все равно, идея тоже неплохая. Екатерина собирается на девичник. Сергей на каток и бильярд. А, вот у Ирины она собирается поиграть в шахматы, погулять по городу, поиграть в монополию, посмотреть кино. Ирина, мы с вами. Да, мы с вами. Ну, а Алина на спа-процедуры. И пишет, я готовлюсь к праздникам. Действительно, дорогие друзья, не забывайте, что это предпраздничные выходные дни. Да, здесь не только как бы спа-процедуры. Тут еще и, наверное, подарки какие-то надо уже обдумывать. Вы не думали еще? 23-й, 8-й. Какие праздники? Подождите, 23 февраля через неделю. Мужской день. Вот сразу видно, не замужем. Так всегда. Простите, ничего личного. Это называется «заработалось». Мы вам напоминаем, да. Вот. 8 марта впереди. Ну вы что, это самые интересные праздники. А я вот, знаете, люблю, люблю 23-й, потому что это действительно праздник мужчин, я считаю. Вот такой вот настоящий, редко. Вот сейчас появляются еще там праздники Международный день папы и так далее тоже замечательно. Папы как-то, да. Не знаю, мне кажется. Не так. Не так? Ну, хотя приятно, конечно. Кстати, у меня подсказ есть телефонный звонок. Разыгрываем, напоминаю, билеты на концерт ансамбля «Миловица» и напоминаю вопрос конкурса. Как называется белорусский танец, движение которого практически полностью повторяют весь процесс выращивания картофеля. Ну, давайте послушаем варианты ответа. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. Да, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Как вас зовут? Давайте познакомимся. Татьяна меня зовут. Татьяна, вы любите танцевать? Очень. Может быть, тогда вы назовете нам танец, который помогает выращивать картошку. Я уже не знаю, даже как по-другому сказать. Знаете, я не уверена, но смею предположить, может быть, этот танец называется «Бульба»? Людмила, правильно, да? Татьяна, вы победили, вы победитель конкурса, да? Второго конкурса и выиграли билеты на концерт ансамбля «Танца «Миловица», который пройдет завтра в Уваровичах в 16.00. Но в любом случае, спасибо вам за звонок, но я не могу не спросить у Людмилы. Бульба, движение, которое садит картошку, выкапывает, покажите что-нибудь. Можете пару движений? Ну, конечно. Вообще, танцы «Бульба» — это детский сюжетный танец. Сюжетный, потому что показывают именно, как выращивают картошку, как собирают ее. И в этом танце танцуют и мальчики, и девочки. Ну, так как я девочка, я вам покажу несколько движений, которые исполняют девочки. Ну, конечно, это же белорусская наша ковырялочка. Раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три. И любое вращение. Берете тучечку и вращаетесь. Спасибо большое, спасибо. Действительно, аж захотелось пуститься в пляж, что называется. А вообще, у вас есть любимые танцы? Вы знаете, я люблю просто танцевать. Любые танцы, народные, народные танцы. Ну, в любом случае, мы вот все, и наши зрители, и наш программ, и телеканал «Беларусь 4», мы все поздравляем вас и ваш коллектив «Миловица» с 25-летием. Потому что, действительно, юбилей замечательный. Я знаю, что в копилке ансамбля награды международных, республиканских конкурсов, очень, кстати, солидных танцевальных фестивалей, фольклорных всяких проектов. И вот мне очень интересно узнать, кто же сегодня танцует в «Миловице»? Дети занимаются разного возраста, начиная с 3 до 18 лет. И, конечно, очень приятно мне видеть, когда детки приходят совсем маленькие, вот им три годика. И к концу года, к концу обучения они показывают высокий результат и профессионализм, который подтверждается участием в различных конкурсах республиканских, международных. Мы не раз представляли нашу республику на международных конкурсах. Не, ну тот список наград, который я увидела на пяти листах и мелким шрифтом, вы знаете, это действительно дорогого стоит. Каждый конкурс, это действительно большая подготовка, правильно? В любом случае, это как выступление. Но, мне кажется, все-таки один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать, как танцует миловица. Дайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, дорогие друзья, вот так хотелось пуститься в пляс, да, очаровательный коллектив, очаровательные танцы. И вы знаете, вот эта сцена, вот именно такая вот деревянная, вот такая вот сцена, мне кажется, идеально подходит вообще для наших белорусских народных танцев. Я знаю, что миловица это не просто ансамбль танцев. Это действительно очень интересный, скорее такой познавательный даже проект. Ведь я знаю, что вы обучаете детей не столько танцевать, сколько даже больше внимания уделяете вот народным фольклору, народному белорусскому костюму. Ведь это все костюмы, я так понимаю, да, это все пошитые вами. Да, 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 все костюмы. У нас направление, конечно, народно-сценический танец, но мы большую часть занимаем и изучение региональной хореографической культуры, потому что сохранение, распространение, изучение региональной хореографической культуры для нашего коллектива. Вот костюмы все вышиты крестиком, вручную. Это дети вышивают? Начинала наша умелица Екименко Лариса Ивановна, конечно, которая тоже есть у меня и взрослые, которые любят танцевать. Вот вся ручная вышивка, вся ручная вышивка. И в данный момент вот маленькая девочка, она вышивает у нас тоже. Вот слева вторая девочка полностью себе вот рубашку вышла. Есть дети, которые занимаются и вышивкой. То есть это намного больше, чем просто танец народный, правильно? Да, и эта вышивка присуща именно Будокошлевскому региону. Вот что самое интересное. Мы и шьем, и вышиваем все вручную. Замечательно, это настоящий такой, вы знаете, бренд Будокошлевского района, Миловица. Это нужно любить, потому что просто приходить. Людмила, вот откуда у такого молодого хореографа и столько действительно знаний, вот этой вот такой самобытности нашей? Ну, наверное, когда-то уже лет 15 назад я училась в колледже на отделении народного танца. И мне, конечно, любовь к этому танцу все-таки привил мой педагог Прянишникова Валентина Владимировна. И в дальнейшем меня сейчас поддерживает, всегда помогает мне Петр Иванович Свердлов. Ой, ну это наш известный хореограф, конечно. Да, он родился в Уваровичах, вырос, и в данный момент он частый гость у нас. Все танцоры там, видите, все танцоры. Да, и завтра он у нас будет в гостях, поэтому он любит наш коллектив приезжать, он любит очень к нам с мальчиками моими, он очень любит работать. У меня 30 мальчиков, поэтому тоже надо их держать. Вот, смотри, две женщины у нас, да, сидят, красавицы. И все так вот, мальчиков, медведей мы умеем, мы, да, дисциплина. Да, ой, дорогие друзья, вот что значит танцы и цирк на самом деле, да. Ну, очень вопрос такой, может быть, скользкий вам покажется, но все-таки как дети современные относятся к народным танцам? Может быть, им хочется и брейк-данс какой-то, современное что-то, просит научить? Вы знаете, когда я пришла работать уже, я уже работаю чуть-чуть 15-й год, наверное, да, они просили все современные. Я не могла понять, почему им не нравится танцевать народные танцы. А сейчас попросить моих детей станцевать современно, они мне сами скажут. Ой, нет, давайте народные, мы же ставим не просто народные такие, а медленные, мы зажигательные, у нас много трюков, у нас много вращений. Мы видели, это очень интересно, вот как они друг друга носят. Вращений у нас очень много, да, поэтому я думаю детям в данный момент нравится, я не знаю, как у меня это получилось. А вот как вы считаете, вот для вониха, вот эти вот, как их там, крутые... Крыжачок, национальный наш белорусский танц. Да, 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 вот зачем, в принципе, нашим детям народные танцы? Ну, чтобы они прикоснулись к культуре нашей белорусской, конечно же, как же без этого? Вообще, у нас есть в вониха фольклор на местности нашей, да, мы ее делаем сценической, та, которая уже есть, национальный танец, да. То есть все национальные наши белорусские танцы, они откуда идут? Фольклора, с фольклора все идет, да. Али, у вас нету белорусского танца с недвижением? Я так поняла намек. Ну, хорошая, мне кажется, идея. Посмотрите, как они крутятся. Я могу вам помочь. Да, Людмила готова помочь. Слава, что приходите. Ну вот, вот один проект уже появился. На проект по медведям я не зайду, конечно, в эфире. Не-не-не, подождите, Меловица научит танцевать-то одно, а вы вот попробуйте медведей. Ну, в любом случае, кстати, я знаю, что одна из солисток у Меловицы была удостоена чести, дорогие друзья, поздравить с Новым Годом нашего президента. Да, вот она. Да, вот чем же отличилась эта воспитанница маленькая? Расскажите, пожалуйста. Ну, это солистка образцового ансамбля танца Меловица. Ну, моя дочь даже, можно так сказать. Она у нас, вот, кстати, она вручает, она победитель различных международных конкурсов, фестивалей. Также она носит почетное звание Дитя Мира. У нас присвоено такое звание. Вот это звание, расскажите подробнее, что это за звание? У нас есть фонд Мира, вы знаете, да? И они сделали такое у них, акция такая у них проходит. Дети, рожденные 21 сентября, присваивается им звание Дитя Мира. И она была одной из первых, которые присвоили это звание. И сейчас она пропагандирует мир, добро, дружбу через творчество. Она везде участвует, ездит с фонда Мира, посещает разные мероприятия. Вот недавно они были в Клинцы, ездили в Россию. Она хорошо. Замечательный статус для маленького ребенка, который еще при этом танцует. Вот недавно она была у вас здесь в студии. Белорусский танец. Но я слышала еще одну историю, когда Лукашенко поздравила лично вас с 8 марта. Да. Расскажите, поделитесь, что это. Ну, эта история, конечно, очень интересная. Выхожу, у меня в почтовом ящике большое письмо. Кто-то разыграл. Ты вообще... Открываю конверт, президент. Думаю, ну вот пошутили, ну как это так? Так, взяла, раскрыла, на работу прихожу к директору, говорю, Ирина Борисовна, это же вообще вот шутки, говорю. Конверт какой-то. Она, Люда, это не шутка. На тебя документы запрашивали, мы характеристику писали. Я этот конверт заклеила, в рамочку вставила фотографию. То есть вот так. Вот так поздравил президент. Да, сразу я бы в это не поверила. Ну, дорогие друзья, вот такие бывают сюрпризы, оказывается, не только к Новому году, но и к 8 марта. Кстати, как относитесь к романцам? Кто-нибудь поет? Ну, я, наверное, поддержу, если кто-то затянет. То есть подпеваем, да, романцы? Да, запросто, да. Вы знаете, вечера романцев в музее, это, конечно, пользуется спросом. Вот я думаю, что вот вам будет тоже интересное мероприятие, которым я сейчас расскажу. Дело в том, что к Международному женскому дню артисты Гомельской областной филармонии, лауреаты международных конкурсов Константин Горошко и Виталий Фомин решили спеть о любви. Программа называется «О чем поют мужчины?» Конечно же, о любви. Вот прямо она так вот вопрос задает, эта программа, и сама на него отвечает. Прозвучат шедевры мирового вокального искусства. Это будут арии из опер, из оперет и, конечно же, романцы. И все это событие состоится уже завтра, 16 февраля, 18.30, во Дворце культуры железнодорожников. Именно там, дорогие телезрительницы, мужчины будут петь о любви. Так что не пропустите. Кстати, живой звук хочу обратить внимание. Кто-то любит арии, кто-то любит романцы, а кто-то любит рок. Дело в том, что мы разыгрываем прямо сейчас пригласительные билеты на очень интересный концерт «Рок Стайл». Это концерт, о котором мы рассказывали уже не раз в нашей программе, но вот-вот он скоро состоится. Его представляет эстрадно-симфонический оркестр имени Юрия Василевского, нашей Гомельской областной филармонии. Дата 28 февраля, общественно-культурный центр в Гомеле. И для того, чтобы выиграть первые два пригласительных на этот концерт, надо позвонить в студию по телефону 3422-43 и ответить на очень простой вопрос нашего конкурса. «Кого почетно прозвали? Королем рок-н-ролла». Вот ваш вариант ответа 3422-43. А сейчас об этом мероприятии, об этом концерте нам расскажет главный дирижер эстрадно-симфонического оркестра Гомельской областной филармонии Станислав Шныр у нас на связи. Станислав, добрый вечер. Добрый вечер. Станислав, мы очень рады слышать вас в прямом эфире, вы частый гость нашей программы. Но сегодня мы решили с вами пообщаться по телефону, знаю, что вы очень заняты, у вас идет подготовка, репетиции. Расскажите вообще, как идет подготовка к этому грандиозному концерту? Замечательно. У нас репетиции на сегодняшний день приобрели характер таких уже оформившихся творческих моментов, в которых нам очень удобно и комфортно работать с этим материалом. На сегодняшний день все композиции уже приобрели свою форму, отчетливые очертания. И у музыкантов, и у солистов оркестра появился такой, ну скажем, репетиционный задор. Они предлагают идеи о том, как сделать еще более интересным звучание композиции и концерта в целом. То есть, я так понимаю, работа творческая кипит, идет, и что-то нас ждет действительно очень грандиозное и интересное 28 февраля в ОКЦ. Напомните, пожалуйста, еще раз, вот что это будет за формат мероприятий, кому интересен? Формат мероприятия такой. Это концерт, который называется In Rock Styles, в стиле рок. То есть, композиции самых ярких представителей данного направления, самые известные мировые рок-группы. Scorpions, Aerosmith, Metallica, Bon Jovi, Nirvana, ACBC и многие другие. Ну что ж, Станислав, спасибо вам большое за эту информацию. Мы желаем вам хорошей подготовки и, конечно же, хорошего концерта. Спасибо большое, всегда рада вас слышать, всегда рада видеть вас в нашей студии. Дорогие друзья, Станислав Шныр, главный дирижер эстрадно-симфонического оркестра Гомельской областной филармонии, только что рассказал нам про концерт, на который мы прямо сейчас разыгрываем пригласительные билеты. И так напоминаю, концерт Rock Style состоится 28 февраля в общественно-культурном центре. Два билета прямо сейчас может получить кто-то из вас, кто позвонит в студию по телефону 34 22 43, ответит на вопрос конкурса, кого подчетно прозвали королем рок-н-ролла. Вячеслав, вы знаете, не отвечайте, не говорите. Я по этому чуть не вырвался. Не говорите, пусть наши зрители выиграют, да, у них есть такая возможность. Вячеслав, я вот давно, вы знаете, хочу спросить про вот эту вот диковинную технику, которая стоит в нашей студии, которую вы принесли сюда. Я могу предположить, что это... Гармошка. Ну, я не так хотела предположить, уже прямо гармошка. Нет, я думала, это гармошка, да, с какими-то специальными устройствами. Я так понимаю, это какая-то старая видеокамера, нет, фотоаппарат, старый фотоаппарат, действительно. То есть вы хотите сказать, что вы взяли у Юли в музей, фотоаппарат, экспонат принесли. Она не даст. Это ваш? И он работает? Это не мой, да, но я этой камерой снимаю, да. То есть это, и вы можете меня сейчас на соц с девчонками сфотографировать сейчас можете? Прямо сейчас нет, да, ну, надо же подготовиться, эфира не хватит, ну, надо немножко больше времени. Ну, вы можете подойти, кстати, и рассказать, показать, да, чтобы было понятно, что это такое вообще. Сколько лет-то вообще этому агрегату? Он, по-моему, 72-го года, где-то здесь есть шильдочка, я сейчас посмотрю, точно скажу вам. А, 77-го года. Это камера Харьковского завода, называется она ФКД, не знаю, как, ну, завод формата камеры. А в чем принцип? Познакомьтесь, потому что я этого не заставлю. Принцип простой, раньше снимали только на такие камеры. Вы когда были, мы были маленькие, да, приходили с родителями в фотоателье, и там стояли такие большие, вот они в музее как раз-таки фотографии, печати, они находятся в экспозиции. То есть видно, есть большие павильонные камеры. Заряжал фотограф, мы все усаживались, красивенько, да, нас усаживали, потом давал на фотографию цветную и давал даже негатив. Вы согласитесь, по сравнению с современными селфи, такая процедура, это как целый праздник какой-то, мне кажется, да. Нарядились, присели, птичка вылетела, сфотографировали. В этом процессе, да, и самое важное, что это было на самом деле событие, люди шли в фотоателье и фотографировались, понимаете, всей семьей, каким-то праздником на 1 мая, на 9 мая. Но почему сегодня вы, в век компьютерных технологий, когда есть фотошоп, волшебство, а не фотошоп, я это так называю. Зачем вам это надо, да? Да, зачем вам, зачем вам, я извиняюсь, ну старенький, очень красивенький, симпатичненький раритет вот этот фотоатель? Ну потому что, во-первых, во-первых, это я люблю. Это очень приятно вообще делать этот процесс, понимаете, то есть на самом деле приятно у нее фотографировать, да. Да, ну это сам процесс магический, мы показывали, был у нас мастер-класс 2 февраля, значит, кто хотел прийти, пришел и даже получил себе на руки снимок гораздо большего размера. Во-вторых, это как бы, он уникальный этот отпечаток, и он, вот эти все работы, они сняты на эту камеру, вот эти вот, то есть он только в одном таком экземпляре есть. Подождите, давайте для тех, кто не понимает, я про себя говорю, то есть это не пленка? Это не пленка. А что это? Это вот стеклянная пластиночка, вот это уже та фотография, если на черный фон, тогда мы видим изображение, а так она прозрачная. Этот процесс изобрел Скотт Арчер в 1850 году, мокроколодионный процесс, один из вариантов. Он брал эмульсию колодий, так называемый, это медицинский клей, ну, вот так, если просто назвать, наливал ее, она подсыхала, потом, значит, очислял это в серебряной ванне, так называемой, раствором нитрата серебра. Да, процедура, слышно. Да, конечно, всего лишь 10 минут на весь процесс. Потом он доставал, вот в такую вот кассету вкладывалось, ну, там были другие, это же было более старинное, как бы это вот то, что я говорю, закрывалось, наводилось все, то есть вот камера, все наводилось, все красивенько. Да, и мы же готовы, ну, вы не подготовились сегодня, ну, что же такое, ну, понятно, но смысл понятен. Да, 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 кассета вставлялась туда. И птичка вылетала. Да, потом птичка, и где-то примерно с позиции 5-10 секунд все закрывалось. А кто там рисует картинку? А? Кто там рисует? Птичка, птичка. Объектив. Объектив. Та самая птичка? Вот этот объектив рисует картинку, который здесь находится, да. Я вообще думала, что я вот, когда смотрю дом борщ из 15 ингредиентов, я сотворила чудо. Мне казалось, его никто этот секрет никогда не раскроет, теперь я понимаю, что волшебник это вы. Это называется альтернативная фотография. Нет, это называется амбротипия. Амбротипия, что это такое? Это, кстати, выставка сейчас, по-моему, такая у вас. Да, 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 выставка, да, ну, Юлия Стаславовна расскажет более подробно, это выставка амбротипов, называется «Белорусский амбротип». Амбротип – это… Вот, работы вот такие вот, которые сегодня мы представили в нашей студии. Значит, почему назвали амбротип? С греческого это называется «бессмертный». Три года позже, после открытия изобретения, значит, человек придумал, что можно на слой стекла полить лаком и приложить другое стекло. И тогда этот, как бы, снимок очень долго, ну, сохранялся. То есть кислород не проникал, и он называл это бессмертным. И даже взял себе псевдонин «Амброуз». Это Джон Амброуз. Вот, ведь и понятно. Да, катинг, катинг, да. И вот он запанцентовал это, и поэтому это стало называться амбротипами. Спасибо. Возвращайтесь к нам. Юлия, я знаю, что вот эти вот секреты такой вот амбротипа, пи, да, и вообще альтернативной фотографии, в принципе, всему этому можно сегодня, скажем так, познать вот эти азы и в музее фотографии, да, Гумеля? То есть вот подобные мастер-классы, вот такие вот интереснейшие фотографы, как Вячеслав, они все это вот показывают и рассказывают, и могут этому там научить. Совершенно верно. У нас сейчас в Музее фотографии и печати работает выставка «Белорусский амбротип». Там представлены работы четырех авторов, которые работают в этой технике. Вообще это уникальная выставка, уникальная работа и уникальные люди. У нас вообще в Беларуси только шесть человек, которые занимаются этим видом фотографий. Это действительно массово, это действительно что-то культовое, на мой взгляд, такое довольно любопытное. Для того, чтобы люди поняли, как это происходит, мы организовали несколько мастер-классов, которые проводят авторы работ, представленных на этой выставке. Второго февраля у нас состоялся один мастер-класс, девятого февраля. На одном из них я присутствовала. Это такие впечатления незабываемые, просто волшебство. Если мы, монтируя выставку, сами, наверное, до конца не понимали, как же все это вообще происходит, то когда мы посмотрели, как готовится аппаратура, как готовятся мастера, как они смотрят, как они усаживают модель, как они готовят эти растворы для того, чтобы потом их готовить, мы просто как будто побывали в фотоателье конца 19-го, начала 20-го века. Дорогие друзья, мы сегодня разыграем пригласительные билеты на эту выставку в наш Гомельский музей фотографий и печати. Еще у нас один мастер-класс будет. Это мы сейчас все расскажем, да. У нас просто еще, мне подсказывают, есть телефонный звонок. Я правильно понимаю, у нас есть ответ на вопрос конкурса? Мы годом разыгрываем пригласительные билеты, да, надо же разыграть пригласительные билеты на концерт RockStyle на 28-е февраля. Напоминаю вопрос конкурса, кого почетно прозвали королем рок-н-ролла. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Давайте с вами познакомимся, как вас зовут? Меня Наталья зовут, а вас? Меня зовут Анастасия, очень приятно. Да, мне тоже, Анастасия, очень приятно. Скажите, пожалуйста, у вас уже есть какие-то такие четкие планы на субботу и воскресенье ближайшие? Уже знаете, чем будете заниматься? Да, да, я уже прекрасно знаю. Ну, расскажите нам. Ко мне приехал трос, и я хотела бы провести время с ним, и было бы очень приятно сейчас победить и провести с ним время еще лучше. Ну, слушайте, суперзамечательные планы. Хорошо, подождите, мы вам поможем организовать еще и 28-е февраля. Прямо сейчас, если вы ответите правильно на вопрос конкурса, вы сможете отправиться на концерт RockStyle в общественно-культурный центр. Итак, кого почетно прозвали королем рок-н-ролла? Ваш вариант. Элвы Спрессли. Ну, конечно, Элвы Спрессли. Чего так долго звонили вообще? Ну, конечно. Ну, что ж, 28 февраля у вас уже запланирован этот концерт RockStyle. Спасибо большое за телефонный звонок. Да, вот и аплодируют вам наши участники нашей программы. Ну, что ж, дорогие друзья, а сейчас еще билеты в музей фотографии как раз-таки на выставку. Помогите мне выучить это слово. Белорусский амбротип. Белорусский амбротип. Да, ключевое слово белорусский, вот я хочу заметить на самом деле. А что, действительно, мне кажется, вот это такое современное искусство, оно стало появляться и в нашем городе, наверное, по крайней мере популяризироваться, благодаря тому, что появился год назад, по-моему, музей фотографии. Ну, вообще, музей фотографии мы открыли первой в Беларуси еще в 2015 году. То есть пару лет назад, получается. Да, просто в 2017 году была дополнена экспозиция, там появилась новая постоянная экспозиция, посвященная истории печати Гомельщины, где представлена история всех газет нашего региона со всех районных центров за сто лет. В любом случае, это место сегодня, где вот аккумулируется, где вот интересные фотографы, операторы, они всегда что-то там выдумывают, проводят какие-то мастер-классы. Так, про мастер-класс надо не забыть, но пока конкурс, потому что я знаю, что зрители уже набирают номер 34, 22, 43, чтобы выиграть билеты в музей фотографии на эту уникальную выставку. Итак, внимание, я хочу попросить режиссера показать одну интереснейшую фотографию, пора улыбнуться и нам тоже. Покажите, пожалуйста, фотографию, а я задам вопрос конкурса. Вот посмотрите, пожалуйста, на фотографию, которую сейчас покажет наш режиссер, и скажите, на каком важном событии была сделана эта знаменитая фотография Эйнштейна с высунутым языком. Итак, маленькая подсказка. Это событие просто очень важно именно для самого Эйнштейна. Вот это событие, которое у каждого у нас тоже бывает. Что же это за событие, ваши варианты, 34, 22, 43, и пригласительный билет на двух человек на уникальную выставку в музей фотографии и печати достанется вам. 34, 22, 43, звоните, ну а сразу после рекламы мы узнаем еще кое-какие секреты и какие интересные мероприятия планируются на Гомесине. Я даже не хочу, дорогие друзья, прерывать этот удивительный разговор в студии, да. Вы понимаете, они не смотрят рекламу, они вот разговаривают о том, что же это за уникальная техника. Каждый хочет попробовать себя, да. Вот Алия уже решила, попросила, может, я стану моделью, Вячеслав? В общем, мы тут решаем грандиознейшие вопросы. И, может быть, даже скоро появится новая выставка, брау-брависсимо, в нашем музее печати фотографии. Вот на таком вот уникальном действительно оборудовании. Ну, хочу напомнить еще раз, что разыгрываем билеты в музей фотографии. Вопрос конкурса, когда, на каком важном событии была сделана известная, знаменитейшая фотография Эйнштейна с высунутым языком. Что это за событие для Эйнштейна было такое, ваши варианты ответа. И хочу напомнить, что сегодня пятница, мы строим план на выходные дни. Кстати, в воскресенье, 17 февраля, к нам приезжает один из лучших цыганских коллективов Беларуси. В 6 часов вечера в нашем драмтеатре покажут цыганское шоу «Алюр». Я вот смотрю внимательно на Людмилу, она уж, по-моему, сейчас вот готова подскочить с пыля. Да, кстати, имеете отношение к цыганочке, к цыганским танцам? Да, у нас был очень хороший танец цыганский, в данный момент, конечно, его сейчас нету, потому что дети поступили, старшие ушли. Но я думаю, мы восстановим его. Цыганочку танцуют, вот! Все имеем отношение к цыганскому танцу. Итак, напоминаю, дорогие друзья, ансамбль «Алюр», он очень знаменит вообще своими феерическими цыганскими шоу. И репертуар, кстати, составлен на основе фольклора цыган России, Белоруссии, Молдовы, Испании, Румынии. Ну и вообще авторские аранжировки, они созданы композитором Сергеем Родионовым. Напоминаю, воскресенье, 17 февраля, драмтеатр, цыганское шоу «Алюр». Ну и еще, дорогие друзья, не пропустите, пожалуйста, мировые саундтреки 3 на БИС. Грандиозная программа состоится 20 февраля в ДК «Железнодорожников». Знаменитыми саундтреками из фильмов, мультфильмов и сериалов нас порадует Гомельский симфонический оркестр. Мне вообще кажется, это такой прекрасный подарок, да, в конце зимы. Ну а я хотела бы, чтобы мы сейчас узнали, что за мастер-класс готовит нам музей фотографий завтра. Кому это будет интересно, расскажите. Во-первых, всем интересно, я думаю, так же, как было нам интересно посмотреть на это волшебство. Фотографов всех приглашаем, мастер-класс начнется в 2 часа. Проведет его один из авторов нашей выставки, Алексей Карасев из города Витебска, специально приезжает к нам. Для этого мастер-класса также присутствовать будет Дмитрий Ас, который является, наверное, гуру для наших фотографов в этом деле, в деле амбротипа, куратор выставки. А что это будет за мастер-класс? Чему там научат-то нас? Это, наверное, Вячеслав Расскажет. Расскажите. Это съемка на такую же форматную камеру, большего размера, только сразу на фотобумагу. И так же мы получим в конце, в результате, получим снимок, это называется съемка с обращением. С обращением. То есть, получается, когда снимаешь на любой носитель, мы получаем негатив, но с учетом, ну, там, с помощью химии, химических процессов, мы получаем сразу позитивное изображение. Во сколько завтра этот мастер-класс? 14. 2 часа начала, он будет несколько часов, поэтому спешите, если кто-то еще не записался. Есть такая возможность уникальная попасть. А вот эти работы, которые лежат на столе возле вас, Вячеслав, это техника другая? Нет, это техника другая. А что это такое? Вот это есть альтернативная фотография, я могу показать. Так, альтернативная фотография, покажите. Да, это альтернативная фотография именно техника печати, да, то есть это, вот, в прошлую субботу был мастер-класс по цианотипе, да? Покажите, вот у нас ребята сейчас покажут. Нет, я вам сейчас покажу, вот это цианотипе, вот это цианотипе, это цианотипе. Это контактный способ печати С помощью солей и металлов Наносится на акварельную бумагу Это акварельная бумага Наносится на нее сочетательный слой И контактным образом с негатива печатается такой портрет Это, конечно, даже не фотография Это какое-то искусство Это уже получается художественное изображение Но это фотография Есть много разновидностей Этой техники Им тоже всем очень много лет Вот это было придумано в 1842 году Джоном Гершелем Ей тоже 170 лет Вот это гуми-масляная печать Здесь наносится гуми-арабиковая смола Потом тоже соль металла Не буду так В любом случае сложно Потом втирается, после того, как все высохнет Втирается сюда масляная краска Вот женщины у вас изображены здесь Мне кажется, это действительно очень чувственная техника Для того, чтобы Скажите, пожалуйста Вот сегодня выставки современной фотографии Они же пользуются популярностью Правильно? Может быть, не у всех Это все-таки довольно своеобразный должен быть контент Но в любом случае Как вы считаете, почему все-таки они становятся популярны? Почему фотографии и выставки фотографии сегодня так популярны? Ведь у нас есть селфи У нас есть свои какие-то уже внутренние цифровые альбомы Зачем ходить на выставки? Они занимают все, а являются профессиональными фотохудожниками в единице Поэтому мы сегодня часто, во-первых, меняем выставки фотографий В том, что я вообще считаю, что белорусы должны любить свое, ценить свое и гордиться своим Это то, чему уникальна и интересна наша природа Наша традиционная культура, как сказала наша гостья ранее Все это можно увидеть на выставке Сергея Платкевича И, кстати, в марте он также у нас будет проводить мастер-класс Где всех заинтересованных также научит этому искусству, мастерству Мне подсказывает, что у нас есть телезритель, который мечтает сходить на выставку в музей фотографии И напоминаю, что мы разыгрываем пригласительный билет И надо ответить на вопрос конкурса Когда, на каком важном событии была сделана знаменитая фотография Эйнштейна Где, ну, вот он, где он делает вот так Добрый вечер, вы в прямом эфире Алло Да, здравствуйте, давайте познакомимся, как вас зовут? Алло Ничего, не поняла, как вас зовут? Игорь Игорь, скажите, пожалуйста, вы любите фотографировать, делать селфи И все это отправлять в соцсети? Ну, честно, не очень Не любите? Наверное, вы любите какие-то более такие, ну, скажем, интересные фотовыставки Плохо слышно? Говорите, пожалуйста, погромче Хорошо, поучаствуйте, пожалуйста, в нашем конкурсе Когда, на каком важном событии была сделана знаменитая фотография Эйнштейна с высунутым языком, как вы думаете? Что это за событие могло быть такое? На день рождения физика Правильно, действительно, это был день рождения физика И на обратной, это, кстати, был 1951 год И на обратной стороне Эйнштейн написал вот эту вот знаменитую фразу «Вам понравится этот жест, я посвящаю его всему человечеству» Ну что ж, билеты в музей фотографии достаются вам, Игорь Спасибо большое, спасибо за этот телефонный звонок На самом деле, очень быстро пролетает время нашей программы, как-то незаметно Вот есть еще одна информация, дорогие друзья, для тех, кто очень ждет весну Вот в такой холодный февральский вечер теплым музыкальным подарком станет выступление артистов инструментального трио «Лирица» 21 февраля в четверг в 7 вечера во дворце Румянцевых и Паскевичей в белой гостиной будет звучать балалайка, цимбалы, баян Вообще необычно для белой гостиной, но дело в том, что это действительно творческий союз огромных профессионалов Очень талантливых музыкантов, лауреатов всероссийских международных конкурсов, фестивалей И я думаю, что вот эта вот новая программа с таким символичным названием «Музыка трех сердец» То, что надо вот в конце весны, ой, в конце зимы и накануне, да, вот первых весенних Мне нравится, что вы такая доверчивая, по крайней мере Дорогие друзья, напоминаю, «Лирица» выступает еще раз без ошибок 21 февраля в четверг в 7 вечера в белой гостиной в нашем дворце Кстати, Людмила, я знаю, что у вас тоже очень насыщенная весна такая предстоит Очень много мероприятий, ну хотя бы пару ближайших, где можно будет увидеть «Миловицу» Вообще у нас не только весна насыщенная, у нас каждый месяц насыщенный И вообще образцовый ансамбль танцы «Миловица» участвует в национном проекте с этого года Использование интерактивных методов обучения как средство формирования коммуникативных компетенций Кошмар! И поэтому, чтобы дети умели общаться не только с собой, но и с другими коллективами, с другими детьми И это у нас входит, поэтому у нас очень много в каждый месяц концертов, конкурсов и фестивалей Для того, чтобы они могли открыто общаться Где будет после юбилейного концерта следующее выступление? В 26-го у нас генеральная репетиция, в 27-го будет там республиканский конкурс Мы прошли на области, да И туда приезжают с республики жюри, и мы там будем участвовать Ну, я знаю, что вы в столице, по-моему, тоже планируете выступать Да, в апреле Ну, там уже следите за афишами, что называется Да, да, да Хорошо, ну вот у меня вопрос такой, изменились ли у кого-то из вас В конце нашей программы планы на выходные дни Да, захотелось ли Нет, я понимаю, вам нельзя, у вас три выступления Все, что могу предложить, это каким-то образом успеть сделать, ну, сфотографироваться, да, или попасть на мастер-класс Главное, что мы обменялись контактами, поэтому, да Да, мы ждем интересных проектов, какие-то новые появились мысли по поводу выходных? Да, вот мне вот кажется, вы хотите заняться фотографией фольклора, да, вот мне кажется так прямо Этнографией, да У нас есть очень хорошая возможность, я думаю Ну, вот так вот, дорогие друзья, на добром вечере Обычно вот так вот и рождаются очень интересные какие-то действительно интересные проекты Есть еще пару сообщений от наших зрителей, хочу их зачитать в конце эфира Неделя сложная была, пишет Карина, и хочется просто поваляться на диване Карина, я с вами, мы с вами, да Наталья пишет, что пойдет с подругой на концерт, о чем поют мужчины Наталья, не пожалеете Татьяна говорит, что у них грандиозные планы В субботу выставка, на выставку фотографий и на хоккей Заинтересовали, да, мы все-таки А в воскресенье идем в цирк и на пироги к бабушке Ну, это замечательные, замечательные планы Ну, Виктор встречается с друзьями Ну, вообще, вот встречи с друзьями, дорогие друзья, они действительно бывают очень-очень разные И вы знаете, сегодня, в выходные, наверное, у многих все-таки есть такой повод Дело в том, что сегодня очень знаменательный день Это 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана И в эти минуты вот кто-то из участников вот этих вот событий, да, он встречается там с однополчанами Кто-то просто дома вот листает вот эти самые афганские альбомы Я просто хотела сказать, что действительно вот такой вот афганский альбом Именно так вот называется книга, которую выпустила издательство редакции газеты Гомельская правда вот именно к этому юбилею Вы знаете, авторы в этой книге собрали действительно удивительные, уникальные истории гомельчан Участников вот тех самых боевых действий войны в Афганистане И 19 февраля, во вторник, состоится презентация этого уникального издания В Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина Ну, действительно, у каждого свои выходные Вы знаете, но самое главное, чтобы они были хорошими Вот я желаю это вот всем и благодарю участников сегодняшнего эфира Спасибо вам большое И, дорогие друзья, желаю вам хороших выходных Это была программа «Добрый вечер, Гомель» с Натальей Волынец До новых встреч в прямом эфире Субтитры сделал DimaTorzok